Песок Вэлл Первый день фестиваля детский. Мальчики и девочки разных возрастов будут принимать участие в пяти видах спортивных направлений. Пляжный гандбол, футбол, волейбол, теннис, выступления черлидеров. Вход свободный. На экскурсию чешский скульптор во Владивостоке приглашает Приморский музей имени Арсеньева. Речь пойдет о судьбе знаменитого мастера Франтишека Винклера, чьи работы повлияли на архитектурный облик улиц Владивостока. Вы узнаете подробности жизни Владивостока в период гражданской войны, что украшало фазад здания служб администрации Приморского края. Увидите оригиналы барельефа создания театра кукол и выясните, что общего у интимного театра и кинотеатра «Комсомолец». Начало 18.30, стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Бронь билетов обязательно. Персональная выставка художественной фотографии Андрея Ефимова «Ступени» откроется в Приморском краевом центре народной культуры. «Ступени» — это ретроспектива с творчества Андрея Ефимова за последние 10 лет. На выставке представлены фотографии разных жанров. Внимательный зритель непременно увидит творческие поиски автора в области подачи материала. Большинство работ монохромные, и это осознанный выбор художника. Торжественное открытие выставки запланировано на 18.00. Вход свободный. Пенная дискотека «День Нептуна» состоится в парке «Фантазия». Гостей ждут игры, творческие номера и много музыки. Конечно, горожанам выйдет и сам Нептун. Он-то и устроит пенную вечеринку и шоу. Начало в 13.00, вход в парк — 150 рублей. Уличные бои «Стрелка» пройдут на пляже МГУ. Участников и зрителей ждут яркие и бескомпромиссные бои, незабываемые впечатления, подарки от партнеров. А в конце вечера организаторы обещают подготовить сюрприз. Начало в 16.00, стоимость билетов — 300 рублей. На набережной Цесаревича состоится фитнес-зарядка в стиле зумба. Лицензированные инструкторы приглашают всех начать выходные с тренировки, которая больше похожа на вечеринку, где вы танцуете с друзьями. Удобная обувь, вода, полотенца с собой обязательны. Сжигать калории под зажигательные латинские ритмы и бомбические мировые хиты приглашают всех желающих в 10.00. Вход свободный. Спектакль «Солнышко и снежные человечки» дают в Приморском театре кукол. Однажды ночью был такой мороз, что замерзли ветер и дым в печной трубе, а во дворе ожили снеговики. Они радовались жизни, пока не узнали, что им суждено растаять, когда придет солнышко. Что же делать? Нужно найти его и попросить не приходить. Снеговики нашли друзей в лесу среди зверей и помогли им выжить в суровую зиму. Начало в 12.00 стоимость билетов 350 рублей. Резидент ССИИ «Заря» Евгений Бирман даст приветственную лекцию. Он расскажет о своих прошлых проектах, социально значимых произведениях, имевших широкий резонанс в престижных международных СМИ, таких как CNN, BBC, New York Times. Среди наиболее известных работ следует отметить твиттер-оперу о финансовом кризисе, пьесу для 50 голосов мужского ансамбля и мегафона, посвященную договору о границе между Эстонией и Россией и других стран. В арт-резиденции «Заря» Евгений продолжит работу над современной социальной оперой «Russia Today», сюжет которой построен на рассказах простых жителей соседних стран – Латвии, Финляндии и самой России. «Что они думают о нашей стране? Какое ее видят сегодня? Что их связывает? Где и в каком виде, по их мнению, проходят границы между нациями? И как сильно влияет пропаганда, идущая с Запада и Востока, на надежды и опасения наших русскоязычных соседей?» Начало в 17.00, вход свободный. На заключительный день фестиваля «Песок Вэл» состоится в воскресенье в бухте Лазурное. Горожане будут соревноваться в пляжном гонболе, теннисе, барбе, армвестлинге и других видах спорта. Впервые в этом году фестиваль будет введена «Легкая атлетика», представленная многоборьем. Также на соревнованиях будут заплывы на САПах. А для тех, кто ни разу не пробовал и хочет узнать, что это такое, организаторы предоставят тестовые доски абсолютно бесплатно. Вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города.